Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Сегодня хорошее утро у вас, ваших близких, знакомых, друзей, соседей, одноклассников, ваших родственников, а также ваших любимых, любимых которых вы встретили, либо с которым вы шагаете уже длительный период по жизни. Моя сегодняшняя подсказка и история о моем отце. Мой отец ветеринарный врач, который давно мне рассказывал различные истории. Истории, которые были с ним в рабочем периоде, когда он был еще специалистом, когда он помогал животным, спасал жизни и оказывал врачебную помощь. Как-то ночь его вызвала знакомая, пришла и сказала, Михаил Никифорович, срочно нужно спасать корову, корова не может расстелиться. И порядка где-то трех часов ночи он пошел на вызов. Пришел и говорит, смотрю, коровка мычит, кричит и без меня, говорит, никак. Так, всю ночь он пытался вправить, достать, развернуть этого теленка. И практически к утру у него это получилось. Бессил практически, как он это рассказывал, весь в определенных испражнениях, потому что это находилось в коровнике, уставший. Последний штрих после данного действия, он берет таблетку с чемодана для того, чтобы убрать спазм и воспаление и вставляет в организм коровки, если можно так сказать. В этот момент хозяйка видит это действие и говорит, Михаил Никифорович, скажите, пожалуйста, вот за таблеточку, которую вы сейчас поставили туда, сколько я должна? И мой отец сказал следующее, говорит, ничего не должна. Я спас корову, спас теленка. Это вся благодарность, которая мне нужна. И вот моральная мораль этой истории такова. Иногда труд ветеринарного специалиста, либо медицинского специалиста как-то вот не оценивает. Речь не идет о плате какой-то финансовой. Иногда даже хорошее слово люди стесняются сказать. И вот сегодня я решил с вами этой историей поделиться и рассказать, как это бывает. И еще большое спасибо вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы, вы ваши близкие и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня.